меня зовут его вы смотрите канал украина европа сша сейчас я вам покажу партнер с которого выезжаю это венло до границы германии и голландии можно сказать куда заезжал забрать чайцепт собираются румыны в основном поляки переладут все вещи по своим автобусам за ним приезжали приезжали ну в общем такое прям захлептелось прям домой собственно и в этом видео такой огромный паркинг платный сейчас я закрою окно вам у меня плохо слышно и среди как красиво да погодка это 8 градусов у нас тепла вот мне нравится голландия я уже не раз говорил но это просто красотища в общем это я выезжаю вот секунду назад я с вами можно сказать выехал и выезжаю я на последний рейс на этой каденции я выезжаю голландии в польшу ехать мне 1111 километров что вам еще рассказать еще наверное вам скажу что хочется очень домой хотелось бы вам конечно сказать что пролетело время эти сколько там два месяца за когда я приехал сюда но ничего она не пролетела сегодня у нас 12 марта в принципе я начнет на 17 марта у меня билет на самолет или тоже говорил на повторюсь потому что видео это увидите позже скорее всего когда я буду в украине уже поэтому вопрос сразу до когда я буду это наверное 17 буду только в киеве 18 дома ну наверное до конца марта наверно буду дома до конца марта поэтому там думаю чаще смогу вам отвечать пишите две недели буду с интернетом в любом случае будут и видео и буду вам отвечать то есть это будет запоздавшее видео но самое главное что хочется все таки хочется вот уж очень хочется домой я уже говорил каком-то видео повторюсь а там месяц я не знаю выложил то видели нет в одном только говорил месяц назад у меня еще . родилась теперь у меня набор полный комплект мальчик и девочка поэтому я еще не видела еду домой очень уж хочется домой и вот ситуация что просил я меня билет говорил заранее спрашивал много раз уточнял можно ли мне заранее как там взять билет то есть чтобы я чтобы это было дешево я потом расскажу то есть берешь заранее билет он вполне дешевый получается цена автобуса там 150 злоток ну зато полтора часа и дома ну как дома в киеве потом еще дальше подбираться по крайней мере не двое суток и да вот типа да не вопрос не вопрос но получается оно то не вопрос меня стягивают но стягивает меня рановато как бы это тоже не сильно хорошо смотрите сегодня только суббота я еду на польшу благо мне ехать еще 111 километров то есть я понедельник вечером если все так будет складываться как gps показывает понедельник вечером я буду больше разгружаюсь ну и в теории все я там стоял возле кракова где-то то есть всего я свободен ну и до четверга просто как минимум это да знать взял билетик хотел сэкономить время а получается не знаю тоже мне кажется это неправильно тоже получается меня стягивает на понедельник и четыре дня сиди дома хоть сиди больше и то непонятно где снимать все гостиницы или что как минимум это глупо поэтому скорее всего если я все-таки приезжаю в понедельник и разгружаюсь то этим же вечером буду пытаться сбежать или максимум вторник утра понятно буду сдавать билеты естественно у меня и на поезд билет уже на самолет то есть все буду сдавать для того чтобы попасть пораньше домой это будет ну я жую да или понедельник вечер или вторник если все таки я дотяну как-то до вторника вечера в смысле дотяну не то что я там досижу а именно работать буду до вторника вечера тогда это теряет смысл и тогда я просто-напросто переночу еще во вторник на базе потом в среду в катавицах поеду в катавицы оттуда выходит этот автобус который в аэропорт возьму поеду в катавицы сниму там себе или отель или хостел посмотрим какая разница в цене если буду тогда один день то есть как бы что я его потрачу на сиденье так сказать больше естественно я пойду погуляю пойду по торговым центром похожу может что-то домой купить ну то ли я буду ехать все это время в автобусе то есть выгоды никакой естественно и лучше полечу на самолете да заодно и вам расскажу да заодно и сам полетаю я насколько себя мне просто когда я был маленький как сейчас малой может 4 года то родители там летали со мной но я здесь на него сам в принципе летал только в египет поэтому мне еще пролететь захочется голландия голландия вообще красота это не голландия в общем да такое видео как бы хоть оно будет запоздавше но все равно вы тут должны меня понять поскольку ну как бы рассказать об этом хочется а возможность естественно у меня не будет его сразу загрузить то есть я специально говорил даты и говорю в этом видео даты то есть некоторые которые не привязаны к датам ну я их не говорю они не нужны а так чтобы вы знали и понимали то есть когда я дома когда как еще может люди туда поинтересуются встретиться например в том же киеве ребят я если все идет по плану и не по плану еще быстрее то да по плану я прилетаю туда в киев запланирована там посадка где-то на 2 часа дня и на 7 часов у меня то есть уже до запорожья запорожья дальше до гордянск на и кратчайший не такой кто-то писал почему не через львов у меня брат родной говорил много раз уже или поэтому мне легче через киев я у него снова и так далее так же само тут будет 5 часов запасом и мы едем вместе в этот раз домой хотели на машине но не получается хотя в предыдущем видео говорил на машине еще сами точно не знаю но по крайней мере каким на машине так как получится в общем что хотел рассказать за первую эту каденцию эти первые впечатления первой фирмы рассказывать либо в теории много и в целом фирма хорошая в целом работаю я доволен есть мелкие нюансы но это знаете как будто с жиру песни все чтобы так не было таких поэтому их в принципе можно не озвучивать главный минус это я нет интернета на базе хотя я не представляю как в современном мире у нас нет интернета то есть интернет есть везде а роутер этот поставить я не думаю там что это какая-то проблема или какие-то затраты да я сам готов этот роутер купить так же самое как хотели на базе стиральную машинку попросить поставить тоже все водители как бы кто с Украины там у нас примерно 15 человек говорят что ну как бы я не знаю слухи не слухи кто-то сказал что типа не разрешаю вставить но что база там в аренде это наверное все минусы что я здесь вижу это нет интернета нет стиралки плюсов конечно гораздо больше в целом абсолютно другая работа ребят сравнивать с моей прошлой фирмой но Германия сейчас наверное придется скатать камеру в этот момент да многие еще спрашивали как расскажи им ты пересекаешь границу может кстати даже сделаю отдельное видео потому что людям это тоже интересно сидишь как же Евросоюз вот как это происходит а вам пока своим подписчикам прошу другие это смотреть покажу как я пересекаю вот смотрите раз два три все пересекли мы границу с Германией вот так происходит пересечение границы поэтому когда меня спрашивало смотрите Америкос не Америкос за все время только две нормальных таких классных здоровых американских машин так вот остановился я на сразу крести начал немножко то есть дороги здесь немножечко похожи слился я на плюсах да все таки первым плюс это конечно же оплата плюс это в перспективе дорога на Англию рейсы что еще можно сказать оборачиваться что-то пытался заглянуть конечно здесь вот я вам не могу рассказывать и загрузки подписывал такую бумажку но здесь ребят серьезные партнеры такие даже не буду то есть именитые такие фирмы можно так сказать поэтому нужно вовремя приезжать но времени дают тоже с запасом никто же ее не гонит как бы отдельно много по документации узнаем много нового как бы то чего там на той фирме вообще не делал я на той фирме винеты даже ни разу не купил представляете я ну короче просто это ужас даже я на той фирме AdBlue ни разу не заправил там все это все это сделано так ну даже не хочу уже о старой фирме рассказывать просто вот за это сейчас говорю в целом пока одни плюсы очень расположение мне в принципе нравится это немножко поближе я сказал еще у нас 4 базы я выбирал поближе то есть к аэропорту поближе к Украине нам в любом случае хорошо это возле Катавицы есть кое-какие неудобства но просто здесь не рассчитано еще нас очень мало украинцами недавно мы работаем и не берут они сейчас людей на момент записи так 100% чтоб мне не говорили что кто узнает ага мне берут письмо парень в общем не буду рассказывать в общем как и так пока 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 все хорошо что конкретно рассказать подробно о своей фирме я вам пока не могу потому что любой труд наверное да оценивать хорошо или плохо это после зарплаты это после конечной зарплаты когда я могу взять и посчитать когда я приехал на работу когда я уехал на работу и сколько за этот период времени я заработал я буду высчитывать все равно средний потому что ну нет смысла считать понедельный или по дням или там за месяц то есть у меня даже не за месяц у меня не было дома вот такое то время за вот это время сколько денег я заработал вот это я считаю можно приравнивать зарплату то что я сижу на базе или добираюсь если нет это все не важно у меня все равно нет дома посмотрите здесь кстати даже насколько мы только что видели насколько зеленее Голландия мы проехали 2 километра вот как-то да ну заметно вам я не знаю зерей как-то все стало ну вот не знаю буду выезжать на двойку у меня 24 тонны груза чтобы машина по горам не скакала повторюсь 410 лошадиных сил я на скане это моя за первую мою вот эту каденцию третья машина первый раз я проездил 2 недели с учителем так сказать то что время тут было потом еще там ну чуть больше получается недели сам и вот остальное все время добиваю на вот этой машине 3 недели почти еще получается в целом я отработал этот паспорт найти конечно же просмотреть чтобы вас не обмануть но даже без себя не обмануть я даже забыл когда я приехал по-моему 1 февраля я приехал да первую ночь я заехал сюда то есть выезжал я в конце последний день января вот так вот и вот до семнадцатого полтора месяца три недели планирую быть дома знаю что могут стянуть чуть позже то есть затянуть получается да это не так страшно как например рано если стянут раньше потому что мне только 4 дня в нормальном режиме добираться и того чтобы 4 дня добираться и 4 дня например сидеть дома то это никакие ворота не везет ну естественно когда я уеду назад вы это узнаете но наверное опять же в связи с этим интернетом узнаете немножечко попозже здесь кстати что еще да на фирме то чего не знали на другой здесь все на фирме знают что я снимаю на youtube ролики выкладываю мне звонили говорили чтобы я не рассказывал фирмы где грузимся не показывал в общем все то что подписывали а ты же подписывал кто знает как узнали это тоже да вопрос интересный это не я вы видели там с пацанами в Варшаве учился я на 95 год один из всех с кем мы там гуляли был мой подписчик и собственно так и узнали узнали наши ребята кто из Украины потом узнали те кто из камеры узнали те кто ближе общается здесь работник уже с местами естественно дошло под начальством ничего не ну то есть вы знаете все тоже видите смотрите то что то что вижу я кроме загрузок загрузок выгрузок это я вам показать не могу что что рассказать то я не знаю что смотрите 1092 километра не наверное не видно 1092 километра но вот еду я сегодня три я уже проехал с половиной сегодня еду сегодня там еще пять с половиной часов остановлюсь остановлюсь на паузу в субботу встаю до понедельника в понедельник еду успеваю не успеваю разгружаюсь или вторник но это то что начиналось в начале видео и собственно все две недели просто отлично потом планирую приехать на месяца два с коляской мотоцикл домой планирую приехать месяца два если я зайду сюда первого апреля то апрель май отработать конечно бы в маевку хотелось бы быть дома но ничего страшного на какой машине буду тоже не знаю да спрашивайте что за машину ребят не знаю нужно определенное время отработать для того чтобы за тобой закрепили машину их просто сейчас ну нет нет лишних машин вот и все думаю хватит уже еще красивые смотрим ветрячки буду дома все загружать будем с вами с вами смотреть с вами потому что я тоже смотрю видео перед тем как загрузить все равно смотрю может чего наболтал лишнего обычно с первого раза и крайне редко я записываю как сказать там не с первого дубля все что все что вы видите то есть это все как бы ну самое вот натуральное без заготовок без текстов без каких то преувеличений или бантов или преукрашений вот просто все что вы видите я считаю нечего готовить то есть вот как я вижу ситуацию так я передаю ее вам поэтому поэтому перед тем как выкладывать посмотрел сам еще раз где вдруг не дай бог такое пару раз проскакивало такие моменты где хотелось заматюкаться может даже разочек иногда и проскакивало то надо было найти этот кусочек вырезать как то так ладно ребят на этой ноте буду закругляться может еще что по пути сниму или на паркинге если вам понравилось видео ставьте лайк под видео кто еще не подписан подписывайтесь ну и конечно будут вопросы если задавайте в комментариях я постараюсь всем ответить всем пока удачи